Всем доброе утро, ребят! Сейчас мы будем завтракать. Бабушка пирог спекла с вишней и кофе со сгущенкой. Какая сгущенка у нас? У нас белорусская сгущенка. И это все мы будем кушать на улице, в беседке. Такой вот завтрак. Бабушка у нас не завтракает, дедушка уже на работу ушел. А мы с Максиком завтракаем. Бабушка для Макса специально сделала без этого, без вишни. А я люблю с вишней. И палочки взяла. Наш Янакевский. Самые вкусные. На карте есть даже Яблоновский. Ты сидишь тут карты рассматриваешь? Рядом с Касандаром. Там нет геоданных, где наш дом. Нет. Зато есть список городов и рек, начинающих на У. Серьезно? Да. У? Илымах, Инангчанский, Ирбан. Подожди, Илымах, где ты? А вот это Игата. Это река такая. Игата. Ужас какой. Уштык их. Это Квейст. Не думаю. Вот ты так красиво смотришься. Давай я тебя сфотографирую. Сядь на эту и типа книжку читаешь. Я тебя сфоткаю. Я скриншот сделала. Очень красиво. Так солнышко светит. Ребята, пока папа мой на работе, я сейчас пойду кормить его курочек. Сейчас только зерно найти надо. Сейчас попробуем подкормить папкину курку. Они ждут. Вот собрались. Я вам пришла корм. За мной можно заходить. Ладно, чтобы они не выбежали в гору. Здравствуйте, курочки. Я вам с зернышками пришла. Пожалуйста. Как они могут клюнуть? Больше. Курочки теперь мои, папка. Я их приручила. Вам сюда не сыпят? Смотрите. Кушают мои девочки. Мои курочки. По-по-по-по. Ой, ну вы женщины агрессивные. Сейчас мы будем суперсъемку делать. По-по-по. Мы сейчас вот так им насыпем. И камеру поставим. Ой. Вот так вот. По-по-по. Я надеюсь... Ага, я сниму. А вы, конечно, не хотите, потому что я вам уже насыпала. Ой, как больно. Она может прям хорошенько дернуть. Прям кусок мяса может откусить. Это потому что петуха нет. Я сюда смело захожу. Где ты несешь яички? А, вот здесь. О-о-о! Я им зерно. Бартер, Макс. Бартер работает. Я им зерно, они мне яйца. Вы такие классные. Они замолчали. Ну ладно, ладно. Я больше так не буду делать. Они сейчас меня... Они сейчас посчитают, что я этот петух. Можно тебя погладить? Нельзя. Ну ладно, я не буду. Наверное, она беззревает. Ну, они не хотят, чтобы их трогали. Они думают, что если я их хочу взять, то я хочу им голову отрубить. И они такие все на меня посмотрели. Все? Нет. Пить. А, они копают, чтобы зернышки выкопать. Какой он так классно ест. Можно тебя погладить. Ну, пожалуйста. Ой, какая ты хорошая. Иди ко мне. Кто-нибудь, идите сюда. Сразу такая, чего там? И садись его на ручки взять. Прям хочется курицу на руки взять. А не траву, а муху-то это. Тебе, Максим, общение с курочками. Тоже так классно. Мы у них яички взяли. С моим зернышки, а не нам яйца. Так классно. Если бы я завела себе курей, я бы не смогла их есть. Я бы их любила, как Мику. Я бы яйца максимум, что могла есть. Было очень много вопросов на тему, как мама делает... Как это называется? Помидоры. Да, помидоры в томате. И сегодня специально для вас мама с папой вместе закроют баночку двухлитровую помидоров в томате. Или ты сама сделаешь все? Папа только закатает баночку. Вот. Когда мы уезжали в Донецк, мама с папой закрыли сколько? Пять баночек закатали. Пять баночек. Вот. Я не смогла вам это снять. И специально для вас маме уже не нужно. Да, мам? Или вы еще будете закатать? Пригодится. Мы их любим. Ну вот. Специально для вас сегодня мама покажет вам рецепт. И закатает двухлитровую баночку помидорок. Первое, что нужно сделать, помыть хорошенечко баночку. Да, мы все. Банки ты не стерилизуешь для этого. Кстати, и для компота тоже банки не стерилизуются. Она стерилизуется банка и крышка, когда вы заливаете это кипятком. Да. Ну это я думаю все знают. Нет, лучше это уточнить. Я думаю это не все знают. А, не знаю. Ну мам, если бы я с тобой этого не делала, я бы этого не знала. Ну да. Перекручивается сок. Ой, не жалко тебе на эту? Или ей ничего не становится? Ну я аккуратненько. Я резинку не найду, подлаживаю отсюда. В общем, перекручивается сок на вот такой вот старой, советской. Подожди, а тут есть этот? Что? Ну лейбочка, вот это как она там. А ну переверни с другой стороны, интересно. О, смотрите. Во. Сейчас сфокусируется. 83-го года что ли она получается, да? 83 написано. В общем, это соковыжималка. Она... Есть 100 лет. Да, 100 лет в обед. Это мое детство. Это, в общем, моя игрушка детская. Смотрите, пластмасса уже вся выгорела. Уже вот потеряла весь товарный вид. Но она, ребята, она функционирует. Она все еще выполняет свои функции. Я думаю, если бы мамины правнуки решили делать сок... Нет, я думаю, для правнуков сделают хорошую электрическую. У нас вот две электрические, и я ими не пользуюсь. Потому что одна сок выжимает, одна водичка льется, другая с косточками. А это самое то, что нам надо. Ну да, она, конечно, вот эта штука, она подкачала. Это не она подкачала, это я ее подкачала. Я через эту соковыжималку сдуру... Второй этот... Нет, красную смородину перетирать. А она же там косточки-то большие. Ребят, пишите в комментариях. Я думаю, многие из вас пользуются разными соковыжималками. Да, вот какая электрическая соковыжималка такая хорошая, чтобы и мякоть, и все, чтобы выходили семечки, как с этой. Да, потому что мякоть выходит, в ней куча сока. Будем вам признательны. Ну да, как электрическая мясорубка. А вот мясорубка тоже с этими насадками, она тоже плохо перекручивает. Даже если два-три раза. В общем, ребят, пишите. Потому что мясорубку я уже ни на что не променяю. Вот электрическая. Да, у меня электрическая мясорубка есть. Но сок с нее выжимать мне не нравится. Так, все, идет нарезка помидор на перекрутку. А помидоры, ребят, очень сладкие. Прям сладкие-сладкие. Если честно, мне помидоры мамины больше понравились, чем персики. Представляете, насколько они вкусные? Если персики вкусные, но мне бы помидоры были вкуснее. О, я потом вот это все отнесу сама курям. Хорошо. Короче, я захватываю папкиных курочек. Так, в общем, я перехвалила эту соковыжималку. Вот она, короче, прокручивается, надо держать. Ну, потому что она поломалась уже за 100 минут. Продолжение следует... Здесь идет просто гладкая, идеально гладкая. И она выжимает очень плохо. Она снутри гладкая. Вот Сашка купил... Смотрите, вот эта прокручивается. Ее приходится сейчас вот так придерживать. Смотрите, в принципе, казалось бы, одно и то же. Но через эту не проливается сок. Просто плохо выжимается сок. Он, короче, уходит сюда. Да. Уложу укропчик сюда. В банке чесночка. Обязательно разрезать? Можно не разрезать. Я иногда разрезаю, иногда нет. Вот этот чеснок покажи. Вот такой чеснок у мамы растет. Надо будет показать... Откуда у тебя этот чеснок больше? Мне соседка дала. Да? Угу. Я постоянно покупала и краснодарский чеснок, и крупный садиш, а он маленький вырастает. А эта уже соседка сжалилась, нагарит тебе чеснока. И вот я его до сих пор пользуюсь. Так, помидорки ты какие выбираешь? Ну, целенькие, красивенькие, без точечек, без всяких повреждений. И чтобы влазили в банку. Да, чтобы в банку влазили. Поэтому крупные идут на томатный сок. А эти идут сюда. Надо будет еще дорвать помидор, потому что на две банки. А, в общем, да, мама одну банку хотела сделать, но не получилось. А сока томатного у меня нет. Вот беру перец. Еще перец сюда дорезаю. Сладкий. Ой, я, кстати, в этом в томате больше всего перчик вот этот люблю. О, вы заметили самое главное? Нужно что-то съесть было. Я это пропустила. Пупышку с верхней. Да, это самый главный ингредиент, рецепт. Ну, и немножко черного перчика. Да. Вот так. Сейчас эту банку закидаем. Не хватит, пойду еще наберу помидор. Кстати, перец можешь покупать любой у себя и брать семена с него. Красивый перец. Я купила тот, который мне нужен, самый необходимый, и положила, чтобы семена. Но я семена мам обрезала вот так вот, как ты сейчас и положила. Получится с него семена или нет? Вот я обрезаю, вот там, конечно, плохая вот эта вот. Можно так, семена будут, да? Вот так вот оставляю ее. Ну, я тоже так сделала. Вот так оставляю, а они высыхают, а потом хорошо семена ссыпаются. Да, я себе собрала, потому что мне горькие подсунули. Мы очень любим перец вот такой вот сладкий, любой сладкий аромат. А у меня ратунда эта сладкая. Ну, я у тебя тоже возьму перчик. Да бери. Вот видите, обязательно, видите, и во вторую баночку мама тоже съела. Если вы так не сделаете, помидоры будут невкусные. И вон сколько сока перекрутили. Это у нас отходы. А им куда это высыпать? Или можно прям так поставить? Это сейчас мы отнесем курям. Я у папы курей соблазняю, чтобы они меня тоже любили. Курочки, приветик. У меня для вас вкусняшечка. Ой, как вкусненько. Ой, как интересно. Что же я там такое принесла? Видите, не выходят. Ой, какая вкусняшка. Стойте. Вот вам. Я с вами хочу побыть тут. Не бойтесь, я сейчас сяду и трогать вас не буду. Все. Приятного вам аппетита. Самые боязливые остались в стороне. А зря. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко. Глянь, клювик вытирают. Мокрый клювик. Ко-ко-ко. А вон любопытно. Ей тоже хочет. Что там такое вкусненькое? Надо и мне попробовать. Они так аппетитно едят. Сейчас и та придет. Ко-ко-ко. Такие хорошенькие. Ой, ну что это за вот это? Клювик вытирают. Чтобы мокрый не был. Привет. Я их палочками кукурузными сегодня еще кормила. Ко-ко-ко. Эй, ты че? Дерешься? На меня с любопытством некоторые смотрят. А, у меня, видимо, они думают, может, на мне какая-нибудь еда вкусненькая. Еще на мне помидорки, типа. Смотрите. Самые боязливые и любопытные называется. Что там такое? Вот пришла бы, да посмотрела. Ну, сейчас я им высыплю здесь прям. Прям на эту. Выцеплю. Яйца, посмотри. Может, яички там есть. Кушайте. А я пошла, посмотрю, яички. Принесли ли яички. Что, с миски было вкуснее? Ну, правильно, да. Забирайте вот это. Ой. Ух ты, смотрите, что тут у нас. Ой, у нас тут несутся курочки. Одна сидит. Смотрите, вторая сидит. Сейчас я сниму. Ну, вторая сидит. Ко-ко. Потом приду, заберу. Молодцы. Не буду вам мешать. Ко-ко-ко. И вы такие хорошенькие. Бедненькие. Как же вы каждый раз яйца эти высиживаете. Ужас какой. Ну, ладно, я пойду. Не буду вам мешать, хорошие мои. Все, давай я мисочку заберу. Тебя трогать не буду. Не бойся. До свидания. Приятного вам аппетита. Ой, ну боязливая. Я же уже ушла. Она все еще боится. Все, уйду, чтобы она тоже поела. Ну, так кипела вода. Сейчас заливаю помидоры петком. И они так стоят минут 20. А это время варится томатный сок. Получается, помидоры так стерилизуются, да? Да. И стерилизуются сразу со специями. Да. А я бы проэкспериментировала и добавила специи в томат, наверное. А, можно ложить. Я, знаешь, что думала, что специи могут отдавать вкус воде. Тань, ты знаешь, они вроде отдают. Но за зиму это все, они все не отдают. Ну да. Ну ты, получается, их разогреваешь. Ну да. Они все равно все не отдают. Вот, накрывайте крышечкой. Заливаю прям под самое. С горкой. Если у кого-то, чтобы вода куда-то не лилась, можно тарелку подставить. Ну, для меня это не так. Ну, тарелочку можно на эту, на тряпочку. А здесь варится томатный сок. С него обязательно нужно снимать пенку. Да, вот это вот самое обязательное, чтобы у вас не взорвался, ну, закупорка не взорвалась. Вот эта вот пенка, когда сильно закипит, вот эту всю пенку, вот закипит вот сейчас у меня сильно. И вот эта вся пенка снимается. Потом солю я по вкусу, чтобы немножко было солонковатое. Тут нормы никакой нет. Немножко капельку должен был пересолен. А сахар не добавляешь? Ни в коем случае сахар не добавлять. Ни в коем случае. И сахар не добавлять. Только соль. Но у меня дело в том, что сок томатный. Помидоры все сладкие. Ну да. Сам сок томатный, он очень вкусный, он сладкий. Поэтому я не добавляю. И нельзя, и хоть какие помидоры, ни в коем случае сахар не льнется. А уксус добавляешь? Нет. Вот это тоже важно. Ни уксус, ни сахар, только сок томатный. Кстати, специи вы можете ложить. Любые, какие вам нравятся. Мне, например, не нравится. Я не люблю запах гвоздики. Гвоздики другие любят. Кому-то не нравится. Мне не нравится запах лаврового листа. И вот этого душистого черного перца. Ну крупный такой. Я ложу то, что мне нравится. А каждый может ложить все сюда, то, что ему захочется. Сколько еще раз? 20 минут стоит? 20 минут, 20-30 минут, да. Потом воду просто сливать? Да, воду сливаю и заливаю соком томатным. Кипятком томатного сока? Конечно. Я вот буду показывать даже как пенку снимаю, потому что многие прям... Боятся ее снимать, потому что ее много. Да. Вон, видите, это все пенка там очень большой. Ну, сейчас закипит хорошо, я это все буду снимать. Прям нужно не бояться и все ее снимать. Если что-то попадет, замерется. Потому что, может быть, у вас тут не досмотрели какой-то помидор. Может, мы на томатный сок помидоры ложим такие, ну, хорошо спелые. Мало ли что. А солишь когда? Ну, вот закипела, пенку сняла я и посолила. Но пенку я постоянно ложка... Она периодически начинает появляться. Появляется, да, я снимаю. Ребят, как назло, мама стоит, ждет, пока закипит. А у нас только что отключили свет. Сейчас экстренно будем переходить в летнюю кухню. Вот эта вот пенка, ее все убираем. Я ложечкой всегда собираю в одну сторону и вот ее все собираю. Чтобы пенки тут не было. И так варим минут 20. Я уже ее посолила по вкусу. Ну, чтобы немножко солонковатая была все. Ну, это трехлитровая кастрюля. Сколько примерно ты соли насыпала? Ну, столовую ложку. Это хорошо, что газ есть у родителей. Ну, да. Свет выключили. Сейчас просто там ремонт происходит. Как раз я приехала, я просто на свет выключаю. Третий раз уже. Ну, короче, тоже с непривычки поставила на газ. Пока приносила все остальное, у меня... Пенка сама снялась. Пенка слетела сама, он сбежал. Сбежала. А ну, когда привыкаешь готовить на одном... Я тоже, когда квартиру снимали с плитой, как у тебя, а потом с газом, у меня все горело. Я поставила сковородку и пошла. Ну, ждать, чтобы она грелась. У меня такой дым был. Ну, забывается, привыкаешь. Ну, если бы я хотя бы крышку сняла. А я принесла с крышкой, поставила. Пока побежала принести это. Мама говорит, а пенку-то уже и не нужно снимать. Ну, да. Ну, немножко тут вот это вот снимаю. А то, конечно, пенки снимаются намного больше. Ну, целая... Почти целая тарелка получается с этой кастрюльки. Это же надо на электроплитке крышкой накрывать, для того, чтобы... Быстрее закипело. А на газу он совсем на минимуме стоит. Не, я здорово включила. На максимум. Ну, не на максимум, но хорошо. Ну, ничего страшного. Мама просто перенервничала, что тут еще съемка. Хочется красиво это все показать. А тут полный, ага, полный трэш. Ну, как вы любите. Ты представляешь, свет дали. Да, только что. Ну, не знаю. Все, мама сливает воду с баночки. И вот, уже все тут сварилось. 20 минут варилось. Ты специальную крышку одеваешь, да? Ну, да. Ну, с ней беспроблемно. Да. А раньше мы железную чуть-чуть приоткрывали. Да я вот персиковую так и делала. Чуть приоткрывала. Видите, вот мама снимала, а она потом опять появилась. Периодически появляется. Томатный сок до самого упора. С горкой. Да. Чтобы не было воздуха. А потом беру вот так крышку. Эти пузырьки убираю, все. И закатываю. Вот тут подходит. Папа. И начинается. Карусель. Да. Карусель, карусель, начинаем рассказ. Прокатись на нашей карусели. Вот, все по старому сценарию здесь. Приходится бегать. Видите, оно еще кипит. Тут еще получится литровая банка. Да я это выпью. Кого? Сок. Будешь пить? Да. А он солоноватый-то. Ну, ничего страшного. Да. Я выпью. Все. Вот рецепт готов. Да, и обязательно бегайте из кухни в кухню. Да. С электричества на газ. Так вкуснее. Так, что я вам? Огород показала. Все показала, но я не показала, какой у родителей чеснок. О, посмотрите. Такой вот чесночок. Как вам? И очень вкусный. Ароматный и хороший. Субтитры сделал DimaTorzok